Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает низколиквидная торговая сессия, которая обусловлена днем независимости в США. Выходной день, поэтому в целом уже настраивались на то, что основные движения этой недели едут на завтрашнюю торговую сессию. И в условиях уже низкой ликвидности завтра, когда на повестке экономического календаря будут данные по Non-Farm Pearls, мы с вами будем как раз наслаждаться серьезными движениями высокой волатильности и отработкой рынка тех фундаментальных идей, которые нам бы хотелось отработать с учетом определенного настроя по характеру этих предстоящих цифр основных релизов. Сегодня я рекомендую обратить внимание на единственный отчет, который достойный внимания. Это данные по инфляции в Швейцарии в 6.30 по GMT будет. Этот отчет прям совсем скоро. И на пару долларов с висей, прежде всего на франк, мы ранее уже обратили внимание только с точки зрения того, что Национальный банк Швейцарии стал одним из первых регуляторов, который пошел на смягчение национальной монетарной политики. И произошло это, потому что индекс потребительских цен в Швейцарии оказался в зоне целевых ожиданий регулятора и опустился ниже 2%. Текущий показатель в годовом выражении 1,4%. Сегодня, когда выйдут данные по инфляции в Швейцарии, я в принципе допускаю, что могут быть сюрпризы, отклонения, например, скромный прирост в месячном выражении и может быть даже снижение в годовом выражении с 1,4% до 1,3%. И если инфляция останется такой же пониженной, как и сейчас, то, конечно же, будет логично рассуждать, спекулировать на идее того, что Национальный банк Швейцарии может пойти на дальнейшее смягчение экономической политики. И тут же мы возвращаемся к долгосрочным ожиданиям того, что же это может означать для перспектив пары доллар-свеси. Делаю акцент на контраст монетарных политик, того, что Национальный банк Швейцарии смягчает политику и снижает ключевую процентную ставку, а Федрезерв пока сохраняет статус КО. И долгосрочные горизонты, перспективы этого дуэта финансовых активов предполагают то, что мы легко можем увидеть рост выше уровня 0,92. Поэтому я предлагаю пока длинные позиции держать в приоритете и поглядывать за сегодня реакцией франка на данные по инфляции. Индекс доллара текущей котировки 105. Ждем уже завтрашний отчет по Non-Farm Payrolls. Пока что у нас наследие этой недели, а именно выступление и комментарии Паула на конференции в португальской Синтри, на встрече глав мировых центральных банков. И, в частности, Паула снова повторил. Во-первых, он приветствовал то, что уже был достигнут неплохой прогресс, ослабление инфляции, но он все еще недостаточен, чтобы ФРС созрел на решение по снижению ключевой процентной ставки. И вот это традиционное заявление, комментарий о том, что нужно больше хороших, сильных данных, это уже нам знакомо. И по риторике ближайшего окружения Паула, и вот в данном случае он сам продолжает транслировать эту идею. Целевой показатель по инфляции 2% будет достигнут в следующем году. Но здесь тоже ремарка с моей стороны. Это не означает то, что до следующего года американские регуляторы не будут снижать ключевую процентную ставку. Но то, что перспектива снижения инфляции до целевого значения потребует больше времени, это может быть предвестником того, что ограничительная политика в США останется более продолжительной в период времени. И сейчас уже на рынке спекулируют на идее того, что риторика Паула – это, по сути, подтверждение того, что риски сохраняются инфляционные, и ФРС, если пойдет на снижение ключевой процентной ставки, то сделает это всего лишь один раз в этом году. Например, в сентябре, либо позже. Но это будет только лишь однократное снижение на 25 байсных пунктов. Я предлагаю пока что совсем поспешных выводов не делать, потому что еще ничего неизвестно. Все зависит от фундаментальных отчетов. И вчерашний день – это не самая лучшая торговая сессия для покупателей доллара, потому что отчет ADP, который предваряет Non-Farm Parance, фактическая цифра 150 тысяч, против прогноза 160 тысяч. И 150 тысяч – это минимальный показатель, я думаю, то, что прямо с начала этого года. Активность ISM в сфере услуг. В сфере услуг большое значение имеет для определения общего показателя ВВП. Здесь снижение с 53,8 до 48,8. То есть мы оказались в зоне спада. И есть признаки пока что по частной оценке ADP – охлаждение рынка труда. Теперь ждем данные по Non-Farm Pails. Нужно разобраться уже в том, как реально обстоят дела в данном секторе американской экономики на рынке труда, потому что это официальная статистика. И она позволит нам делать какие-то объективные выводы по тому, как этот отчет, как этот сектор будет влиять дальше на перспективы американской политики. И после Non-Farm Pails нам нужно обязательно дождаться уже июньские данные по инфляции. И после этого делать вывод относительно того, получили ли мы достаточное количество доказательств того, что инфляция в Штатах продолжает снижаться. Значит, ФРС пойдет на смягчение экономической политики в сентябре. В этой связи мы будем шартить уже индекс доллар. Либо пока у нас есть возможность поработать с длинными позициями. До тех пор, пока мы не увидели фактически цифры по Non-Farm Pails и данные по инфляции, я за длинные позиции по доллару и движение этого актива к прежним локальным максимумам, которые уже, в принципе, наблюдались несколько дней назад в районе 106 пунктов. Золото 2359 долларов за тройсконус. Сантимент, друзья, 28% трейдеров сейчас находится в длинных позициях. То есть толпа шартит, меньшинство покупает. Я никогда не торгую против такого позиционирования, поэтому приняло решение пока что сделку по золоту закрыть. Но если вам интересно, моя точка зрения, относительно того, что будет дальше, при таком сантименте, в преддверии данных по Non-Farm Pails и даже на первой реакции рынка на отчет по американскому рынку труда, я совершенно не удивлюсь, если мы по золоту видим уже 2380-2400 долларов за тройскую пункцию. Евро против доллара 1,0784 из отчета вчерашнего дня стоит отметить индекс активности в сфере услуг еврозоны. Снижение с 53,2 до 52,8, но остались в зоне роста. Да и в целом, если говорить про компоненты активности производственного сектора, про динамику сферы услуг по ключевым странам ЕС и по валютному блоку в целом, статистика так себе. Ранее Лагарда в Синтре также подтвердила, что риски для экономики сохраняются и признаки рецессии все еще актуальны. Я это тоже вчера повторял и в связи с этим позволил себе сделать вывод о том, что если такие риски присутствуют, то может быть Европейскому центральному банку стоит активнее снижать ключевую процентную ставку. Тем более, что данные по инфляции, последние по еврозоне указали на то, что индекс потребительских цен продолжает снижаться. Не забывайте, друзья, то, что в эти выходные очередной тур выборов парламентских во Франции, и я настраиваюсь на то, что партия ультраправых получит необходимое большинство в национальном собрании. Им необходимое, конечно же. И реакция рынка может быть не очень негативной прямо с открытия торгов в понедельник. Поэтому целевые ориентиры это снова возвращение ниже отметки 1,07. Британская валюта 1,2740. Сегодня парламентские выборы. Есть риск прихода к власти либористов. И сам факт неопределенности в связи с этим, на мой взгляд, будет оставаться якорем для британской валюты. Доллар-франк уже проговорил. 0,9010 текущей котировки. Ожидаем роста выше 0,91-0,92. Сегодня смотрим за реакцией рынка на данные по инфляции. Доллар-иена 161,50. Пока что все без изменений. Вчера, кстати, на иену также надавил плохой отчет по активности в сфере услуг, который сейчас снизился с 53,8 до 49,4. И впервые за последние 2,5 года индекс оказался в зоне стагнации и рецессии. Причина? Я думаю, что основная причина – это падение внутреннего спроса. И здесь нужно, опять же, все-таки больше копаться в том, не является реакцией снижения потреб активности на то, что происходит с валютным курсом. Я надеюсь, что Банк Японии и Минфина уже начнут делать правильные выводы, сколько можно ждать. Потому что, если не вмешаться на текущем этапе, то спекулянты доделают свое грязное дело и могут стащить пару еще выше, с куда более негативными, вытекающими из этого последствиями для экономики в целом. И я все еще за необходимость валютных интервенций, которые могут быть осуществлены в любой момент. Также рекомендую обратить внимание на пару австралийцев против доллара 0.6710 текущей котировки. Я здесь за сохранение бычьей динамики, потому что данные по инфляции в Австралии ранее продемонстрировали значительный рост. Вчерашний отчет по уроничным продажам указывает на то, что инфляционные риски продолжат расти. И Резервный банк Австралии уже допустил то, что легко может снова повысить ключевую процентную ставку с 4.35 до 4.6, то есть на 25 базисных пунктов. В этой связи у австралийцев пока что есть очень неплохие шансы на то, чтобы потеснить позиции американского доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok